Всем привет! Вы на канале Сергея Гончаренко и в сегодняшнем видеоролике мы посмотрим на смартфон UMI DJI Bison Pro. И это защищенный смартфон, который имеет неплохие технические характеристики за невысокую стоимость. Ну и помимо этого здесь есть фирменные фишки и плюшки от UMI DJI. Такие как инфракрасный термометр, барометр, высотомер, альтиметр, уровень, компас, лупа, шагомер, транспортир и множество другого. Так что если интересна тема данного видеоролика, если любите защищенные смартфоны, тогда усаживайтесь поудобнее. Давайте более подробно смотреть и разбираться, что это за смартфон. И вдруг вы не знаете, что это за бренд UMI DJI, то это китайский бренд, который производит смартфоны с неплохими техническими характеристиками за невысокую стоимость. А если же в целом взять защищенные смартфоны, то посмотрите от топ брендов, это конечно же не топ бренд, бренд не А-класса. Но посмотрите защищенные смартфоны от топ брендов, их либо практически нет, а если вы что-то и найдете, там стоимость будет просто космическая. Здесь же мы получаем неплохие характеристики и возможности за невысокую стоимость. А как именно, давайте сейчас разбираться более подробно. Ну и смартфон поставляется в такой вот упаковке, здесь надпись самого бренда UMI DJI, больше ничего интересного нет. На тыльной стороне есть краткие технические характеристики. Здесь хочется передать привет нашей доблестной Укрпочте, которая очень бережно транспортирует все наши посылки. Ну и краткие технические характеристики можете установить на паузу и посмотреть более подробно. Комплект поставки. Сам смартфон. Инструкция и гарантийные талоны. Зарядные устройства. И это быстрые зарядные устройства с мощностью 18 Вт. USB Type-C кабель. И защитная пленка на экране. Корпус и материалы. И так как это защищенный смартфон, а защищенный он по стандарту IP68, через черточку было еще указано, что это IP69. И через черточку еще указано, что он защищен по стандарту армейскому военному стандарту Milo STD 810G. Что же это означает? Что он не боится пыли и влаги. Соответственно, он может погружаться в воду на глубину полутора метров и на время до 30 минут. Есть разные трактования этому, но зачастую они вот именно такие. Ну и стандарт военный Milo STD 810G предусматривает падение этого смартфона с высоты 1 метр и без, можно так сказать, вреда для этого смартфона. Ну, соответственно, он не разобьется. Это хорошо, плюс по этому смартфону уже видно, что корпус довольно-таки прочный, усиленный. Сборка просто замечательная, настолько ты его не пытаешься скручивать, сдавливать, нигде ничего не хрустит, не трещит и не скрипит. По корпусу, смотрите, центральная рамка здесь металл, все скручено винтами, я думаю, его можно будет разобрать при сильном желании. Вот это вот пластик, матовый пластик, причем он очень приятный на ощупь. Ну и только центральная полоса здесь глянцевая. В руках ощущается хорошо, он не скользит, он не гладкий. Здесь есть везде рифление по самому смартфону. Также по особенностям корпуса, смотрите, на углах есть усиление, и это правильно, это правильное решение, так как при падениях зачастую смартфон будет падать либо же на угол, или если он будет падать на ребро, то, смотрите, он будет падать как раз на вот эти вот усиления. Это хорошо, так как смартфон в действительности может выжить после таких вот падений, и ничего с ним не случится. По недостаткам корпуса хотелось бы отметить выступающую камеру, так как первым делом будет страдать она. Она выступает из-за корпуса, если ее класть вот так вот с камерой вниз, естественно, смартфон ровно не будет лежать, он будет вот так вот прыгать, и, конечно же, при падениях на спинку первым делом будет повреждаться сама камера. А здесь как раз расположен еще и инфракрасный термометр на самой камере. Есть отверстие, вот это вот отверстие для барометра, для измерения атмосферного давления, о котором мы поговорим немножко позже. Если еще посмотреть на тыльную часть корпуса, то внизу расположен и динамик. Это не совсем удачное расположение, так как если вы будете класть смартфон вот так вот спинкой как раз вниз, то динамик частично может перекрываться. Но этого не будет, так как производитель продумал и сделал вот такой вот выступ. Ну и да, кстати, такой вот выступ можно использовать еще как крепление, ну, например, для шнурка. А еще если рассмотреть боковые грани, то мы можем увидеть множество дополнительных кнопок. И вот эти вот кнопки как раз программируемые, и их можно назначить и переназначить. Вот вам правая грань и вот левая грань. Здесь и сканер отпечатка пальцев, и также еще дополнительная кнопка. И несмотря на то, что это защищенный смартфон с усиленным корпусом, то он не такой еще и огромный. Но обратите внимание для сравнения Poco X3 и Humidigi Bison Pro. Ну вот мой Poco X3 в чехле даже немножко больше, чем этот защищенный смартфон. Он немного больше по высоте, по ширине они практически идентичны. И толщина, толщина у них также практически идентична. И вот по поводу корпуса и пылевлагозащиты, и в целом защищенности этого смартфона, я не успел сделать еще полноценных тестов. И если это нужно, интересно для вас, конечно же я проведу все тесты. Ну например погружение в воду, или съемка видео под водой. Или же например те же самые падения. Настолько это вовсе возможно. Если это вам интересно, пишите в комментарии под этим видеороликом. Буду делать отдельное видео, возможно с тестами, а возможно уже и опыт использования этого смартфона после продолжительного времени использования. Порты и разъемы. На нижней грани расположен микрофон, Type-C порт. И обратите внимание, что порт без заглушек. И по заявлению производителей, этот смартфон все равно можно погружать в воду. То есть пылевлагозащита здесь есть. Ну и это нормальный стандартный Type-C порт. Подключать можно любые шнуры и кабеля. Без проблем я делал, проверял, все отлично подходит. Удлиненных штыкеров не нужно. Все работает отлично. На правой грани в нижней части расположена дополнительная кнопка. Она опять-таки настраиваемая. В данном случае это кнопка вызова камеры в подводном режиме. Можно настроить на однократные, двухкратные нажатия и удержание. Немного выше кнопка питания и кнопки регулировки громкости. На верхней грани расположен 3-5 мм джеки. Он также открыт без дополнительных заглушек. И на левой грани расположен сим-лоток, в который можно установить одновременно либо две сим-карты, либо одну сим-карту и карту памяти microSD. Ну и дополнительная прокладка на сим-лотке здесь также присутствует. Дополнительно сам лоток не закрывается, нет никаких заглушек. Немного ниже сканер отпечатка пальцев. Это не кнопка, а просто сканер отпечатка пальцев. Сюда пальц просто прикладываем и тогда смартфон разблокируется. Ну и еще одна дополнительная кнопка. По умолчанию она назначена на вызов инфракрасного термометра. И точно так же можно установить однократное, двухкратное нажатие или удержание. Дисплей. В смартфоне установлен IPS-дисплей с диагональю 6,3 дюйма и с разрешением Full HD+. И это огромный плюс, так как в большинстве смартфонов этой ценовой категории, и вовсе если взять защищенные смартфоны, то устанавливается зачастую HD+, разрешение, и там с этим никто не заморачивается. Здесь, конечно же, хорошо, изображение получается более четкое, пикселизации практически незаметно. Частота дисплея 60 Гц, большего ожидать и не стоило бы. По поводу самого дисплея и качества, то это неплохая бюджетная IPS-матрица. Углы обзора прекрасные. Падение яркости и инверсии цветов при отклонении от угла 90 градусов практически нет. Они настолько минимальны, что пользоваться вполне комфортно. По уровню яркости, обратите внимание, на сейчас, да, это максимальный уровень яркости в довольно-таки ярком помещении. Темная картинка, белая картинка, есть небольшой все-таки засвет. И я так скажу, в большинстве случаев этой яркости достаточно в помещении, на улице, на улице в пасмурную погоду, и только на ярком солнце. Может быть, немного не хватать яркости, но все же информация на дисплее будет различима и читаема. И из того, что мне не понравилось по дисплею, это его каплевидный верес и рамки. Каплевидный верес, это привет еще с 2019 года, сейчас конец 2021 года. Ну и рамки, довольно-таки толстые рамки. Смотрите, верхняя рамка, боковые рамки, нижняя рамка очень толстая. И да, я прекрасно понимаю, что это защищенный смартфон, и прекрасно понимаю, что в большинстве защищенных смартфонов будут довольно-таки толстые рамки. Ну и кому интересно, индикатора пропущенных уведомлений здесь нет, и если хотите посмотреть, не приходили вам какие-либо уведомления, не пропустили ли вы что-то, придется пробуждать и разблокировать смартфон. Железо и производительность. В смартфоне установлен процессор от компании Mediatek Helio G80. Это восьмиядерный процессор, который изготовлен по 12-нанометровому техпроцессу, в паре работает с графическим ускорителем Mali-G52 и с частотой дисплея 60 Гц. Варианты по памяти. Есть вариант 4-128 и 8-128. Постоянная память здесь используется нескоростная, EMMC 5.1 и скриншоты тестов Android Bench у вас перед глазами. И раз уж мы заговорили о бенчмарках, то, к примеру, в Antutu 9-й версии смартфон набирает 194 тысячи баллов. Ну и в целом процессор Helio G80 набирает порядка 200, 220, 230 тысяч баллов. Это, конечно же, не производительный процессор, но для такого рода устройств, для бюджетных устройств, это неплохой смартфон. Но если вспомнить, в каких смартфонах устанавливается этот процессор, то, к примеру, можно взять тот же Redmi 9. У него практически такая же будет производительность и стоимость у них будет очень схожая. А вот не так давно я делал обзоры на смартфоны Samsung A22, M32, так там вовсе используется точно такой же процессор. Но те смартфоны стоят от 210 до 260 долларов, этот, конечно же, дешевле. Но и в Geekbench в Single-Core смартфон набирает 346 баллов, и в Multi-Core 1277. При этом в работе в бытовых задачах смартфон ведет себя вполне адекватно. Ну, давайте посмотрим, выгрузим из памяти все приложения, которые сейчас использовались, и поочередно будем запускать все самые распространенные. Ну, к примеру, YouTube, он, как вы видите, довольно-таки быстро загружает. Instagram, TikTok, настройки, Twitter, Google Photo и Play Market. Да, давайте еще и камеру посмотрим. Ну, и 4 гигабайта, осталось ли в памяти все это? YouTube есть, Instagram есть, TikTok есть, настройки есть, Twitter также, Google Photo есть, ну и Play Market есть. И, как вы видите, ни одно из приложений не перезагрузилось, это довольно-таки неплохо. Ну, и зачастую со всеми бытовыми задачами смартфон справляется вполне адекватно. Ну, и, конечно же, игры. Я много тестов игровых не проводил, но знаю то, что это железо неплохо справляется и с играми. Ну, например, даже с такими тяжелыми по типу World of Tanks, PUBG Mobile, зачастую там средние или низкие настройки, иногда даже высокие настройки графики можно устанавливать. Ну, а такие игры, как Hill Kill Embracing, Subway Surf, Brawl Stars можно играть без проблем на самых высоких настройках, которые там только возможны. И быстрый троттлинг-тест я также провел. И обратите внимание, после 15-минутной нагрузки смартфон троттлил всего-навсего на 10%. Относительно ровный график, и при этом он практически не нагревался в руках, а ощущался просто-напросто теплым. Так что, если использовать смартфон для игр, при нагрузке производительность не падает. Программное обеспечение и Android. Смартфон поставляется на версии Android 11, и это чистый Android. На сейчас это актуальная версия программного обеспечения и Android. И обновления приходят стабильно, и при этом, я думаю, обновления еще будут приходить, патчи безопасности еще будут приходить. А вот будет ли обновление до, например, 12-й версии Android, не знаю. Возможно и нет. Ну и также в пункте программное обеспечение хотел бы поговорить по поводу дополнительных фишек и плюшек этого смартфона. Здесь есть отдельная папка, ящик, D, дополнительных возможностей. Так вот, здесь есть интересные функции, множество интересных функций. Ну, например, шумоизмеритель или шумомер. Обратите внимание, тест на шум. Он показывает уровень шума и какой-то шум большой, маленький, тихий, громкий. Настолько он адекватный. Ну, вот это вот максимум шумная рабочая среда. А так, в целом, это обычный домашний разговор. Стандартный фонарик и множество разных уровней. Вот такой вот уровень, уровень вот такой вот для того, чтобы правильно повесить картины, но я думаю и не только. Измерение высоты, лупа, довольно-таки полезная функция. Ну, например, имеем мелкий, очень мелкий шрифт. Берем смартфон, запускаем лупу и делаем приближение. Но обратите внимание, вот немного больше, чем до 50% сделали приближение, и мы видим уже очень хорошо все надписи. Можем сделать еще больше приближения, и все очень хорошо будет видно. И так, любые мелкие предметы. Транспортир для измерения углов многим может пригодиться. Ну, компас и так у многих он все-таки присутствует, но здесь он тоже есть по умолчанию уже. А также очень интересная функция измерения атмосферного давления и высоты. И вот настолько правду он показывает. Ну, если посмотреть, например, тот же самый прогноз погоды, данные примерно сходятся по поводу атмосферного давления, а по поводу высоты, ну, примерно показывает правильно. Вполне вероятно, что данные он берет от GPS. Сравнивал с другими смартфонами, показывает примерно так же. Также есть шагомер. Для многих это не актуально, в особенности тем, кто пользуется фитнес-трекерами и смарт-часами. Ну, и самая интересная возможность этого смартфона, это инфракрасный термометр. Температуру можно измерять тело человека, есть отдельная вкладка, и самих предметов или объектов. Пределы измерения температуры тела человека от 35 до 42 градусов, объектов от 0 до 60 градусов. Давайте проведем измерения и посмотрим, насколько они могут быть правдивыми. 36,2 градуса, и это относительно правильное значение, так как на конечностях температура будет немного ниже, чем идеальная температура тела, например, 36,6 или же 37. Если мы проведем вот такое измерение без каких-либо предметов на задней части, то мы увидим, что температура находится за рамками 35-42 градуса. Это вполне адекватно, так как температура в помещении, конечно же, ниже. Ну, и измерение объектов. Ну, давайте сделаем измерение, ну, например, упаковки. Придвигаем поближе на расстояние где-то 1 сантиметра и видим температуру 25,7 градусов. Для того, чтобы хотя бы примерно все это сравнить, давайте посмотрим 24,6, 24,7. Пускай, возможно, не идеально, но примерно температуру измерить можно. И это уже хорошо и удобно. Ну, и последняя вкладка – это история измерений. Верхняя часть – это температура, а нижняя часть – это дата. И вот все измерения, которые можно было проводить. И в программном обеспечении хотелось бы пару слов сказать о переводе. А в частности, то, что он далеко не идеальный. Попадаются иногда странные слова, ну, например, умный ключ. Что такое умный ключ? Это просто-напросто кнопки быстрого запуска. Как я и ранее говорил, их можно назначить и переназначить. Вот по умолчанию правая кнопка, нижняя – это запуск камеры в режиме воды. И здесь ничего не работает, что я не буду нажимать. Можно, правда, кнопками громкости переключать режимы. Это хорошо. Но чтобы выйти из этого как раз режима, нужно нажать кнопку блокировки. Тогда мы сможем выйти из этого режима. Ну, а левая кнопка быстрого запуска – это запуск приложения инфракрасного термометра. А еще иногда попадаются вот такие вот странные интересные слова. Куайба. Как думаете, что такое Куайба? Ну, это оптимизация некоторых приложений. Немного странно, смешно, но иногда бывает и такое. Связь. Смартфон поддерживает все самораспространенные 3G, 4G LTE частоты. Bluetooth здесь версии 5.0. Wi-Fi здесь двух диапазон. Поддерживается частота как 5 ГГц, так и 2,4 ГГц. GPS, Bluetooth, GLONASS здесь также работают. Спутники на ходе довольно-таки быстро. Точность определяется порядка двух метров. Но и NFC здесь также есть. Включается, работает. И, естественно, Google Pay. Бесконтактные платежи здесь есть и работает. Камера. В смартфоне используется 3 модуля камеры. Основной на 48 Мп, широкоугольный модуль на 16 Мп и 5 Мп макро модуль. Ну, первое, скажу, что макро модуль снимает довольно-таки близко, практически с 1-2 см. Это хорошо, но фокус фиксированный. Автофокуса нет. Производитель также заявлял, что модуль камеры здесь используется от Sony. Это, конечно же, хорошо, но все примеры фотографий вы можете видеть у себя на экране. По качеству также вы сами можете оценить. Если интересно, чисто мое мнение, ну, это бюджетная камера. И, естественно, защищенные смартфоны – это однозначно не камерафоны. У них немного другое направление. Но если подытожить, можно сказать, что относительно неплохое качество снимков. По дополнительным возможностям хотелось бы отметить наличие искусственного интеллекта. HDR, который не работает в автоматическом режиме. Ночной режим, который работает только на основном модуле камеры. Ну, и также есть режим под водой, который управляется только кнопками. Я вам уже это показывал. Если же говорить по поводу видеозаписи, то видео можно записывать только на основной модуль камеры. На широкоугольный модуль записывать видео нельзя. Максимальное разрешение – это Full HD. 30 кадров в секунду и стабилизации здесь нет. Пример записи видео на смартфон UMI DJI Bison Pro. Ну, или Bison Pro. Оценивайте качество записи видео. Запись ведется на основную камеру с разрешением Full HD 30 FPS. Ну, это максимальное разрешение. И, как я вижу, стабилизации здесь все-таки нет. Ну, и помимо тыльных модулей камеры, здесь есть еще и фронтальный модуль камеры. Он на 24 мегапикселя. Есть дополнительно здесь портретный режим и режим бьюти. И видео также записывать может Full HD 30 кадров в секунду. Естественно, без стабилизации. Угол довольно-таки широкий. Пример записи видео на фронтальную камеру UMI DJI Bison Pro. Full HD 30 FPS. Угол, можно сказать, достаточно-таки широкий. И стабилизации здесь, ну, я думаю, что нет. Звук. В смартфоне используется один внешний динамик. По качеству я сейчас постараюсь передать, настолько это возможно, через микрофон камеры. Итак, включаем аудиодорожку. Включаем максимальную громкость и слушаем. И вот если говорить по поводу качества звука, то он довольно-таки громкий. Можно даже сказать, неплохой, как для бюджетного сегмента. Но, конечно же, преимущественно здесь преобладают средние и немного высокие частоты. Низких частот здесь практически нет. Для всех бытовых задач будет более чем достаточно. А для музыки использовать или внешнюю колонку, или наушники. И да, здесь можно также подключать проводные наушники через 3,5 мм джек. Автономность. В смартфоне установлена батарея емкостью 5000 мАч. И здесь все стандартно, без сюрпризов, так как у большинства смартфонов с емкостью батареи 5000 мАч и IPS дисплей. В целом, можно сказать, что смартфона будет хватать на 1-2 дня активного использования или на 7-10 часов работы дисплея. Вот давайте посмотрим сейчас на реальном примере. Осталось заряда еще 30%. Заряжен он был 7 часов назад и использовался дисплей 6 часов 10 минут. При этом можно сказать, что еще как минимум 3 часа работы смартфона будет. И еще как минимум 1, может быть и 2 часа работы дисплея. В итоге как раз и получаем тот вариант. Но здесь, обратите внимание, помимо стандартных бытовых задач использования соцсетей, к примеру, YouTube, Instagram, TikTok, есть тяжелые задачи по типу CPU, троттлинг тест, которые очень сильно нагружают смартфон. Камера, например, Antutu бенчмарки, Geekbench, Antutu 3D Bench и также Google Play Market, через которые устанавливалось и настраивалось множество, устанавливалось, скачивалось и настраивалось множество других программ и приложений. В целом, если это будет стандартное бытовое использование, соцсети, интернет-мессенджеры, смартфона будет хватать на 1-2 дня работы или же 7-10 часов работы дисплея. Ну и по поводу зарядки, как вы видели, в комплекте идет быстрое зарядное устройство мощностью 18 Вт и смартфон полностью заряжается за 2 часа 10 минут. Безопасность и способы разблокировки. Смартфон можно разблокировать с помощью сканера отпечатка пальцев. Находится он на левой боковой грани. Расположение удобное, больше для левши. Тогда как раз большой палец ложится туда, куда нужно. Давайте посмотрим, как это все работает. Прикладываем палец и разблокировка сработала. Еще раз прикладываем палец, разблокировка сработала. Еще раз сработала и еще раз сработала. Работает неплохо, довольно-таки быстро, но может быть не так быстро, как хотелось бы. Ну и также можно разблокировать с помощью фронтальной камеры по распознаванию лица. Давайте пробуждаем смартфон и разблокирован. И еще раз разблокирован. Давайте я уберу палец от сканера отпечатка пальцев и еще раз. Блокируем смартфон, разблокирован и еще раз разблокирован. Вот разблокировка по фронтальной камере здесь работает значительно лучше, значительно быстрее, чем сам сканер отпечатка пальцев. Ну и конечно же немаловажный параметр это стоимость. И вот на старте продаж стоимость этого смартфона составляла от 150 долларов. И это очень хороший и интересный ценник. На сейчас, а это начало октября 2021 года, стоимость составляет 180 долларов. И даже при этой стоимости все еще неплохо. Но если взять конкурентов с примерно таким же железом, а можно даже взять в точности с таким же железом, то к примеру посмотрите на Samsung A22 M32. У них стоимость от 210 до 260 долларов. При этом это незащищенные смартфоны. Но мы прекрасно понимаем, что это смартфоны от топ бренда. Ну и выводы. Что можно сказать по выводам о том, что это хороший смартфон по соотношению цена, характеристики, возможности и функционал. Множество аналогов с таким же железом или примерно с такой же производительностью стоят от 150 долларов. Ну к примеру те же самые Redmi 9. Они без защиты. И в большинство смартфонов будут без защиты. И до 210-260 долларов. Те же самые Samsung A22 M32. И вот здесь, если вы активный человек, экстремал или просто неаккуратно обращаетесь с смартфонами, может быть работаете в тяжелых условиях, то этот смартфон неплохой выбор для вас. Всем, кому этот видеоролик чем-то понравился и был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и соцсети, делитесь этим роликом с друзьями и знакомыми, близкими. Ведь те, кто интересуется недорогими смартфонами, в особенности защищенными смартфонами, данное видео может быть интересно и полезно. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok